Перспективы похоронного бизнеса обсудили сегодня в Новосибирске на 12-й международной выставке ритуальной культуры. Белый тополь 2021. Это три дня лекций, пленарных заседаний, конференций, тренингов и экскурсий. Тренд на эко дошел и до погребальной культуры. На Западе использование биоразлагаемых материалов уже давно привычно. Да и в России об этом слышат не первый год. Однако картонные гробы и венки из опилок для многих в этом бизнесе пока в диковинку. Мы из Крыма. У нас нет земли. Я разговариваю здесь с партнерами. Нигде, оказывается, в России нет земли для захоронения. Это целая история с администрациями. Потом, чек очень дорого за хранение в деревянных гробах. Это порядка в нули добавьте к этой цене. Нет у людей достатка такого. Несмотря на то, что гробы из картона, выдержать они могут вес до 200 килограммов. Разлагается такая конструкция всего за несколько месяцев. В разы быстрее деревянных гробов. Есть на выставке и украшения для эко-похорон. Полностью биоразлагаемый каркас. Все цветы сделаны вручную. Венки покрыты мхом, либо ягелем, либо свандным. И это очень хорошо, потому что на кладбище скапливается очень много продукции, которые невозможно утилизировать правильно, потому что это химические выбросы, когда ее сжигают. И это огромная-огромная проблема. Кроме новаторских атрибутов погребения, есть на выставке и более традиционные. Белый тополь проходит уже 12-й раз. Как говорят специалисты, для Новосибирска это знаково и почетно. Программу разработали еще в 2006-м. Основная идея – сохранить память о выдающихся людях, чья судьба была связана с мегаполисом. Это такая выставка и краеведческая немножко, но и выставка таких достижений. Вы знаете, каждый... Вот сегодня приехали люди, такие, знаете, которые являются таким определенным институтом отрасли, ядром. Такие отрасли, образующие люди, которые в этом очень много смыслят. И их обмен опытом, безусловно, необходимая площадка нужна. И вот она здесь у нас, в Новосибирске. Обывателю выставка может показаться неоднозначной, но эксперты уверены, подобные мероприятия необходимы. Здесь мы касаемся вопросов, которые практически не имеют ни одного гражданин нашей страны. Так или иначе, но похороны в жизни присутствуют постоянно. И как лучше это организовать, как лучше это сделать, как вынести меньше страданий гражданам нашей страны – это как раз тема вот таких мероприятий. Это большая ответственность действительно вложить в душу то, чтобы достойно проводить людей. И второе, ну я уже сегодня сказал о том, что я считаю, что это некая мотивация при жизни проявить себя. Проявить себя для того, чтобы остаться надолго в доброй и светлой памяти. Уже много лет «Белый тополь» не просто выставка. В программе лекции о профессиональной этике и сохранении позиций на рынке, а также повышение квалификации. Кроме того, в этом году презентуют Анатомический театр и Академию ритуального мастерства. Екатерина Новгородцева, Евгений Агеев. Новости ОТС.